Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, что же необходимо исключить из вашего рациона, если у вас болят суставы, даже если у вас не стоит какого-то заболевания, либо аутоиммунного, либо артритов, ревматоидных артритов и так далее. Что же необходимо исключить из еды и здоровья, состояние ваших суставов будет намного лучше. Поэтому обязательно смотрите это видео. Также приглашаю вас подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Обязательно делитесь вашим мнением в комментариях, задавайте вопросы, и мы с вами будем их обсуждать. Действительно питание очень сказывается на состоянии всего нашего организма. Если привести такой эксперимент, что допустим вы сходите к врачу, врачи-остеопаты часто занимаются данными проблемами, если безусловно у ваших суставов нет никаких проблем серьезных, да, то есть каких-то патологических отклонений, допустим в позвоночнике, в суставах, то многие советуют данный метод. И действительно я очень слышала положительные отзывы, когда вы практически всю плохую еду, да, не очень хорошую, мы сегодня про это все поговорим с вами, безусловно, исключаете из вашего рациона. Добавляете физическую активность, то вообще в целом состояние вашего здоровья и в целом состояние ваших суставов будет намного-намного лучше. То есть можно такой эксперимент попробовать. Я действительно слышала очень хорошие отзывы, и мы сегодня будем говорить, что необходимо исключить для того, чтобы облегчить боли в суставах. Безусловно, суставы крайне нам с вами необходимы, благодаря суставам мы с вами активно двигаемся, поэтому насколько будет хорошее их состояние, настолько, соответственно, будет наша жизнь лучше, лучше будет подвижность, да, и вообще в целом образ нашей жизни. Так вот, друзья мои, на первом месте стоит, что безусловно из нашего питания нужно убрать фастфуды в любом их проявлении, да. Картофель фри. Дома сейчас, я знаю, что многие дома начинают жарить картофель фри, то есть, может быть, покупают замороженный в пакетах, да. Кто-то даже покупает различные фритюрницы, да, для того, чтобы еще дома заливать туда две бутылки масла и вот эту всю картошку пережаривать. Я вам крайне не рекомендую это делать, потому что это все вообще в целом сказывается на вашем здоровье очень негативно, и в том числе на ваших суставах. Когда вы жарите, картошка и так не очень полезный, да, овощ, если его и готовить, то это только обязательно варить там на пару или там в духовке, но пережаривать в масле крайне не рекомендуется, да, тем более, если еще это замороженное все. Вот, то есть фастфуды, булки всякие, гамбургеры, там, куриные ломтики, что как хотите назовите, но это все сказывается в целом негативно. Да, понятно, что всем хочется иногда там что-то съесть, но это должно быть, ну, максимум раз в месяц, а то раз в два месяца, но никак не чаще для того, чтобы все-таки очень серьезно не навредить вашему здоровью. То есть плюс ко всему в фастфудах содержится скрытая соль, скрытый сахар, который также негативно сказывается на сосудах. Значит, на втором месте стоит сахар и быстро усваиваемые углеводы, да, то есть макароны, тортики, пирожные, печеницы, конфетки, что угодно. То есть действительно проводили многие исследования люди, у кого есть проблемы с суставами, да, то есть ревматоидный артрит, аутоиммунные заболевания. Действительно состояние их ухудшается, когда они начинают есть сахар в больших количествах, там, макароны, всякие булочки, пирожки и так далее. Поэтому вот возьмите себе это на заметку. На втором месте стоят молочные продукты. С одной стороны, да, в них содержится кальций, который нам необходим для костей. Но с другой стороны, у людей, у кого есть ревматоидный артрит, происходит ухудшение данного заболевания. Поэтому, почему это вообще может в целом быть? Потому что часто у людей непереносимость лактозы. Мы с вами не проводили каждое исследование, мы не знаем. То есть у всех сказывается по-разному. Кто-то пьет молоко, у него прыщи высыпают, да, а у кого-то будут болеть суставы. Поэтому желательно, если вы видите, что суставы болят, и вы вот там пьете молоко, да, в больших количествах, какие-то другие кисломолочные продукты, то обязательно сдайте анализ вот на лактозную непереносимость. И, соответственно, белок нужен заменять его альтернативой, да, бобовые, овощи и так далее. На третьем месте стоит, безусловно, алкоголь, который вызывает очень сильное цитотоксическое воздействие на мембраны. И, соответственно, влияет очень серьезно на разрушение ваших суставов. Ну, на четвертом, на следующем, точнее, месте стоит у нас соль и различные консерванты. Сейчас действительно продукты, которые мы покупаем, содержат большое количество различных консервантов, да. То есть мы часто даже про это не знаем, но чтобы они долго лежали, были красивые, были вкусные. Там огромное количество всего-всего-всего-всего, чего только нет. Поэтому и не забываем про скрытую соль, которая также содержится во многих продуктах, которые мы едим. Фруктовые соки, да, которые особенно в коробках с огромным количеством сахара, их крайне рекомендуется убирать из вашего рациона, так как они в целом очень негативно сказываются на вашем здоровье, и в том числе на ваших суставах. И не злоупотребляя мясными продуктами, так как это может вызывать развитие подагры, такого очень серьезного заболевания. Думаю, каждый из вас слышал про это заболевание. И желательно 150-200 грамм мяса приблизительно 2 раза в неделю. Это будет оптимальная суточная доза употребления для того, чтобы ваш организм хорошо функционировал, и у вас это не сказывалось на вашем здоровье. Поэтому, друзья мои, я вам крайне рекомендую все-таки правильно питаться, читайте составы того, что вы едите. И простая еда, она бывает намного лучше, чем прямо что-то суперсложное, пережаренное с майонезом и так далее. Что вы думаете по этому поводу, обязательно напишите мне свое мнение. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. И мы с вами в следующих видео обязательно встретимся и обсудим очень интересные темы. Всем пока-пока. До новых встреч. И чтобы суставы у вас никогда не болели. Субтитры сделал DimaTorzok